Всем привет! Очень рад вас видеть. Меня зовут Змитер и я вам расскажу про бога из машины. Немножко такое хайповатое название и в основном под этой метафорой подразумевают, например, орлов Толкиена, то, что внезапно спасает главного героя, то, что эти древние механизмы под Колизеем, которые делали гром, поднимали и опускали Тесея, что угодно. Но сейчас мы переведем буквально и поговорим про того самого бога из машины и про то, может ли он возникнуть. Итак, вообще, когда говорят про искусственный интеллект, то всегда многие очень заблуждаются, потому что путают роботов и искусственный интеллект. Что такое робот? Вот что такое робот. Робот – это какая-то механическая приблуда. А вот искусственный интеллект скорее выглядит не так, а вот так. Ну, это сервер. Я не знаю, чей сервер. Я не знаю, какой сервер. Это просто сервер. И вот так выглядит искусственный интеллект. Вот так выглядит то, что думает. Окей, хорошо. Так что же такое искусственный интеллект? И, собственно, как его построить и зачем. Ну, вообще, чтобы построить что-нибудь, люди обычно пользуются бионическим подходом. Что такое бионический подход? Я думаю, многие из вас видели чертежи или в компьютерных игрушках прототипы летающей машины Ленарда да Винчи. К сожалению, при его жизни она так и не полетела. Она полетела намного позже, и то не особо удачно, но это уже другая история. Но, глядя на нее и глядя в работы Ленарда да Винчи, можно заметить, что он все это не с головы выдумал, он это все подсматривал. Подсматривал у дикой природы, подсматривал у птиц. И дальше больше вам скажу, если вы посмотрите внимательно на крылья, то это непроверенная информация, конечно, но в одной из публикаций я нашел интересное замечание, что Ленарда да Винчи крылья краски копировал в мир слетучих мышей. Надеюсь, никто слетучих мышей не боится. Вот. И получается, если мы хотим сделать искусственный интеллект, то есть то что-то, что мыслит как мы, так давайте смотреть, как работает мозг. И копировать, ну, что-то сложно, мы же часто это делали, да? Почему бы и нет? Окей. Это нейрон. Их в вашем мозгу много. Очень много. От 80 до 100 миллиардов по разным оценкам. Это очень много. На Земле всего 7 миллиардов человек для сравнения. Вот. Как работает нейрон? Это хороший вопрос. Но я математика, не биолог, поэтому я расскажу вам не как работает нейрон, а как люди пытались его копировать. Еще в 40-х годах… Ладно, к этому еще вернемся. Еще в 40-х годах господа Маккалок и Питц предложили математическую модель нейрона. Что это такое? Давайте это рассмотрим на простом примере. Собственно, зачем нам, как говорится, все усложнять. Итак, это вы. Вот. Предположим, у вас чешется нога. Вот. И при этом вас бьют дубинкой по голове. Как вы думаете, что важнее, то, что у вас чешется нога, или то, что вас бьют дубинкой по голове? Конечно, что чешется нога, очевидно, да? Вот. То, что бьют вас дубинкой по голове, к сожалению, важнее. Притом намного важнее. Поэтому мозг оценивает это как более важную вещь. Говорит, что чувак, вот это важно, а нога, что чешется, это все ерунда. Он даже приглушит специально сигналы, чтобы вас-то не отвлекало от самозащиты, от убегания этого человека с дубинкой. Хотя если он вас уже догнал с такой большой дубинкой, наверное, вас уже и побьет, и убегать особо и смысла нет. Вот примерно так, короче, нейрон и множество нейронов оценивает сигналы в ходячем. Ой, все, звук есть, хорошо. Но это было в 40-х годах, и ту модель математического нейрона сейчас, кстати, все используют в вычислениях. Кто-то, начиная с этой модели, такой приближенной очень модели, уже дальше пошел ее использовать. Но ребята-нейробиологи пошли дальше. Господа Ходжкин и Хаксты в 70-х предложили биологическую модель нейрона. Я, опять же, подробно рассказать про нее не буду, я расскажу про основное отличие. Итак, вообще, как они ее предложили и что они сделали? Дело в том, что, к сожалению, в 40-е годы еще не было таких технологий, которые бы позволили заглянуть в мозг и подробно исследовать. То есть нам нужны очень хорошие микроскопы, чтобы подробно исследовать, что там происходит. Эти мелкие нейроны, они очень мелкие. Вы представляете, если их 100 миллиардов в вашей голове, а ваша голова вот такая примерно, да, плюс-минус, то получается довольно грустно. Поэтому они нашли гигантского кальмара и разрезали его. Кстати, про гигантских кальмаров. Все очень часто путают, это просто для общего развития, все очень часто путают. Я сам только недавно узнал. Вот справа — это то, что рисуют художники, а слева — это что-то более похожее на реального гигантского кальмара. Они не такие большие, но все равно большие. Более того, казалось бы, гигантский кальмар, значит, у него будет гигантский мозг. Не правда, его мозг весит 15 граммов. Очень маленький. Но важен для нас не его мозг, а важны аксоны. Что такое аксоны? Аксоны — это вот эта вот штуковинка, которая передает сигнал дальше. И аксоны — они очень длинные. И вот эти вот штуковинки, в общем, Ходжкин и Хаксли разрезали гигантского кальмара, вытащили оттуда гигантские аксоны и начали их фигачить током, чтобы посмотреть, что выйдет. Вышло довольно интересно. Вернемся, короче, к нашим абстракциям. Это вы. Вы сидите на совещании. И тут у вас снова начинает чесаться нога. Она чешется, 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 чешется. Ну и в итоге вы не сдерживаете, начинаете ее чесать. Е-е-е-е. Все. Ну, вы довольны. Ура. Конечно, как вариант, вы можете вообще не чесаться, а просто забить, и само пройдет. Ну, как повезет. Это основное отличие биологической модели. Конечно, помимо этого, там очень много тонких отличий. Я, к сожалению, не эробиолог, я не буду подробно оснабливаться. Но математически идея в том, что сигнал накапливается. То есть мы не сразу же мгновенно реагируем, а мы реагируем, если он превысит какой-то порог. Ну или не реагируем, если он не превысит. Вот. Ну, а теперь вернемся, собственно, к теме. Искусственный интеллект. Что такое и с чем его едят? Начнем с определений. Основная проблема в том, что очень многие путают, в том числе и я, например. Что такое искусственный интеллект? Что такое машинное обучение? Что такое глубинное обучение, которое появилось совершенно недавно? Итак, начнем с конца. Глубинное обучение. Очень свежая штука. Не знаю, что публикации появились недавно, это самое правое. Вот. Тем не менее, глубинное обучение сейчас только-только набирает свои обороты, хотя уже я, например, использую его в курсовой работе. Ну, прикольно. Нет, это не говорит, что я такой умный, это говорит, что это реально просто, это можно использовать дома у себя уже. Вот. Машинное обучение — это более общее понятие. Это все алгоритмы, все программы, которые умеют сами себя менять, которые умеют обучаться. Что такое обучаться, мы поговорим чуть позже. Ну и искусственный интеллект. На самом деле, искусственный интеллект определяет сейчас как что-то, что способно решать интеллектуальные задачи. Что такое интеллектуальная задача? Ну, вы знаете, открываем Википедию, интеллектуальная задача, и как бы, ну, ребята сейчас сами не могут согласиться, что такое интеллектуальная задача. Никто не знает. Ну, интеллектуальная задача. Окей. Самое общее определение — это то, что интеллектуальная задача — это все задачи, которые мы решаем с помощью своего интеллекта. С другой стороны, если подумать, то мы все задачи решаем с помощью своего интеллекта. Мы складываем числа с помощью интеллекта. Мы, я не знаю, что мы там еще, мы думаем, куда бы сходить пообедать с помощью своего интеллекта. Мы в каком смысле даже дышим с помощью искусственного интеллекта. Тут все зависит от степени абстракции. То есть даже, казалось бы, тупые вычислительные задачи, это все тоже, в принципе, используется у искусственного интеллекта. И вот насчет искусственного интеллекта, я вот говорил уже вам, мы поговорим о том, как это все работает, как вот учить нейронные сети, мы еще вернемся к интеллекту подробнее искусственному. Сейчас поговорим про нейросети, я немножко перепутался. Нейронные сети, как их обучают? Очень маленький блок, очень простой. Если говорить про людей, опять же, бионический подход. То есть мы уже примерно поняли, что есть там несколько моделей нейронов, их как-то конструируют, они что-то умеют, возможно, но это не точно. Ну вернее точно, уже куча публикаций по этому есть, математических моделей. А как их чему-то научить? То есть изначально они же не всегда чему-то умеют, надо как бы их заставить что-то уметь делать. Все очень просто. Вы берете вашу нейронную сеть, которую вы уже создали с помощью вот этих моделей, биологической, математической, чего-нибудь еще, куча всяких разных идей, подходов, архитектур есть. И показываете ей котика. Потом показали котика, потом показали еще одного котика, другого котика. Потом показали еще котика, еще котиков, еще больше котиков. Ну и как ребенок, она смотрит на котиков, и теперь она уже видит даже нового котика, которого она раньше не видела, скажет, о, чувак, это скорее всего котик. Вот такие вот дела. Сейчас исследователи разделяют искусственный интеллект, условно очень, ну вернее не условно, ну ладно, пусть будет условно, на слабый и сильный. Что такое слабый? Про него мы как раз уже говорили. Это все то, что решает интеллектуальная задача. А интеллектуальные задачи, ну практически любые задачи в принципе. Вот. Сильный искусственный интеллект — это тот, который сравним с нашими с вами мозгами, то есть сравним с человеком. Спешу вас обрадовать, такого еще не придумали. Вот. Еще, к счастью, компьютеры еще не умнее нас, как бы вы ни думали. Они считают быстро, да, но они все еще не умнее, поэтому мы еще пока можем быть в порядке. Вот. Слабый искусственный интеллект. Что это такое? И где его используют самое главное? Потому что при нем очень много публикаций, ну не все как бы ассоциируют какие-то там абстрактные новости, и то, чем они пользуются каждый день. Слабый искусственный интеллект — вот один из самых известных примеров. Сейчас все пользуются такие винчи, всякие раскрашиватели, всякие рисователи. Рисуем картинки, раскрашиваем картинки, классифицируем картинки, ищем котиков на картинках, ищем сколько котиков на картинках. Все это слабый искусственный интеллект. Перевод текста. Это, кстати, кто-то знает, не знает, я не знаю. Это с корейского на китайский переводится «Привет». Я не знаю ни корейского, ни китайского, но я уже могу перевести. И вы тоже можете это сделать. Более того, Google недавно подключил и для русского языка тоже нейронные сети в свой переводчик. Поэтому сейчас очень выросло качество перевода. Вы можете это оценить сами. Автомобилии с автопилотом. Про них тоже очень много кто слышал. Наш мессия Илон Маск уже давным-давно запустил свой автопилот в Тесле, который пока еще не такой крутой, как хотелось бы. Это вот Google. Гугловская машинка с автопилотом. Они тоже очень усердно тренируют. Как и тренируют, то же самое, как и рассказывал про котиков. Мы выпускаем Google на дорогу, мы показываем картинки, и она учится по картинкам что-то делать. Мы рассказываем ей, как, что нужно делать. Но вот с этими штуками связана очень большая проблема. Проблема морали. Хотя это еще слабый искусственный текст, это что-то тупое. Оно отнюдь не является сравнимым с человеком. Тем не менее, уже тут возникают большие проблемы. Потому что, ну, предположим, вы едете в машине, и тут внезапно выбегает куча людей на дорогу на красный свет. На красный свет обязательно. И у вас есть два варианта. Ну вот, например, картинку рассмотрим. Давайте вот эту вот. У вас есть два варианта. Либо вы поворачиваете, ваша машина поворачивает, и сбивает человека, который не нарушал правила, который стоит на переходе и ждет зеленого света. Либо ваша машина не поворачивает и сбивает кучу людей. Что бы вы выбрали? Ну, большая часть людей проголосовала за то, чтобы сбить человека, который не нарушал правила, потому что его меньше, чем тех людей, которые на улице. Но, когда мы переходим к случаю, когда сбоку стенка, и вы либо убиваете водителя, либо сбиваете человека, либо вы убиваете водителя, либо вы сбиваете кучу людей, начинаются очень большие проблемы. Потому что люди говорят, да, надо спасать больше людей, но когда им предлагают купить такой автомобиль, они говорят, нет, надо спасать меня. И это большая проблема. Вот. Когда исследуете, вот серьезные бородатые дядьки, исследуете искусственного селекта, хотят хайпануть немножечко, они идут играть в игрушки. Вот. Шашки выиграно давно. Более того, уже есть алгоритм. Это еще даже не искусственный интеллект. Это еще просто алгоритмические решения простые. Это не нейронные сети, это намного проще. Уже есть алгоритм, который не может проиграть в шашки вообще. Вообще. То есть максимум может свести партию в ничью. Он просчитывает уже полностью ходы заранее. Шахматы. Я думаю, все слышат, что Гарик Аспаров проиграл еще на рубеже нулевых. Го, недавно альфа-го, гугловская нейронная сеть. Вот тут уже появились настоящие нейронные сети. Обыграла Лиси Долли в четверых партиях из пяти. И Го тоже теперь считается уже выигранной игрой. Хотя до этого, до нейронной сети, еще во времена алгоритмов, считалось, что это очень сложно. И компьютеры проигрывали человеку постоянно. Но, тем не менее, вот так оно и есть. Покер. В этом году закончилась, вот в марте месяце, закончилась партия покерная, где играла нейронная сеть против людей. В чем особенность покера? Это игра с неполной информацией. То есть вы не знаете, нейронная сеть тоже не знала, что на руках у других людей, какие карты у них в руке. Вот. Тем не менее, она всех их сделала. Вот. Так что покер тоже выигран. При том, что это игра с неполной информацией. То есть мы можем только оценивать вероятность того, где, что, какое может произойти. Ну, компьютерные игры еще впереди. Вот это вот одна из самых хардкорных и последних бастионов. Но скоро он падет. Нужно с этим спериться. Окей. Что еще забавного? Еще Google сейчас вообще упоролся и решил посчитать. Хм, ребят, у нас есть, короче, нейронная сеть. Зачем нам использовать эти вот обычные алгоритмы, там, сложение, умножение, вычитание. А давайте в нейронную сеть запихнем, посмотрим, что выйдет. Давайте попробуем копировать с помощью нейронной сети. Что не так с этой операцией? Копирование, казалось бы, все просто, да? Мы берем и переписываем с бумажки на бумажку. А теперь представьте, как это делает мозг. Ну, вообще сложно представить, но, как вы понимаете, чем больше число букв или вообще чем больше текста вам нужно запомнить, тем сложнее вам запомнить и больше допускаете вы ошибок. То же самое и с искусственным интеллектом. Google специально запихивают большие объемы данных для просто копирования, чтобы посмотреть, как этот искусственный интеллект справляется, чтобы проанализировать работу мозга через наши уже готовые математические абстракции. То же самое, допустим, с сортировкой чисел они делают. Окей. С слабым искусственным интеллектом более-менее понятно. Но что же с сильным, которого еще нет? Но, ну, может он грядет уже, может он уже все-таки есть, просто там где-то в лаборатории и в северной крае. Не, не в северной крае, нет. Вот. Вот видите, тысячу долларов, да? Предположим, у вас есть тысяча долларов. Вот. Хорошо бы было, да? Вот. В 2000 году вы за тысячу долларов могли бы купить компьютер, который сравним по мощности с мозгом стрекозы. Ну, любого носиком, в принципе, там абстрактно очень это говорилось. В 2010 году уже компьютеры достигли уровня мыши. Примерно к 2023 году достигнет нашего с вами. Почему именно в 2023 год, такое точное число, я сейчас скажу чуть позже. По оценкам, в 2050 компьютер сможет уже достигнуть, за тысячу долларов, за тысячу долларов куплены, внимание, сможет достигнуть по мощности уже всего населения Земли. Представляете, в 2050. Мы до этого доживем, я в шоке. Почему мы говорим про 2023 год? IBM запустили в 2005 году свой проект Blue Brain Project, синий мозг. В чем он заключается? Они просто берут и пошагово копируют мозг с нуля. Они сначала скопировали маленький кусочек мозга мыши, потом начали увеличивать. Они собираются уже скоро достигнуть полного мозга мыши. Ну, а мозг человека сравнил примерно с тысячу мозгов мыши. Поэтому они реально говорят, что в 2023 году они обещали все сделают. Правда, сейчас уже больше публикаций появляется по внутренней работе мозга, но эти чуваки говорят, хей-хей-хей, мы все знаем, мы уже это учитываем, не переживайте. Ну, все будет. Окей, про техническую возможность мы поговорили. А что насчет программы? То есть, типа, ну, у нас будет большая тупая болванка, на которой мы можем запустить такой эмулятор человеческого мозга. А что будет, как бы… А что мы будем запускать? Как мы будем вообще… Что делать, ребят? Непонятно, да? Так вот, этим тоже уже занимаются. Более того, так как, чтобы придумать наилучшую архитектуру для нейронной сети, которую мы будем запускать, уже используют нейронные сети. Поэтому вот это вот тоже, допустим, я даже использую в своем крусаче. Это не настолько сложно, потому что все уже реализовано, все уже готово. Ребята уже все сделали, все придумали. Они просто берут и говорят, хей, нам нужно сделать самую крутую нейронную сеть. Давайте используем нейронную сеть, чтобы сделать нейронную сеть. Посмотрите, что выйдет. И это работает. И что самое страшное для исследователей, они не до конца сами понимают всю математику, они представляют, что они делают, но тем не менее все результаты в основном получаются эмпирические, то есть экспериментальные. Представляете, экспериментальная математика дожили. Что же будет дальше? Экспериментальная философия. Кстати, почему бы и нет? Вот. И тут есть, вот говоря по философию, несколько вариантов развития. Окей, мы примерно прикинули, что мы можем достигнуть технически человеческого мозга. Мы примерно прикинули, что мы можем достигнуть человеческого мозга, ну, программно, что-то такое придумать, чтобы оно заработало и догнало нас. И что будет дальше? Ну, вы же понимаете, что мы достигли человеческого мозга. А в 2050 году за тысячу баксов мы купили целую планету. И вот у вас есть в кармане что-то, что умнее всей планеты и людей вместе взятой. Ну, то есть оно умнее и вас тоже. А вдруг оно как бы захочет нас уничтожить? Или наоборот, кто знает? Вот. Хороший вариант. Ну, сначала с хорошего. Начнем с позитивного. Зачем нас уничтожать? Давайте договоримся. Предположим, что это вы, да? И на самом деле для каждого из нас есть очень много проблем. У каждого из нас очень много проблем. Очень много болезней. Рак. Болезнь Альцгеймера. Я не знаю. Старение, кстати. Да. Что угодно от диабета до любого психического заболевания, даже какой-нибудь паранойи. Тем не менее, это все в разных степенях болезнь. Депрессия, кстати. Да. Вот. То есть, ну, старух с косой стоит где-то там над нами и пугает. Но тут на сцене появляется искусственный интеллект. Ну, вы же понимаете, в чем идея? Потому что если у нас есть что-то, что намного умнее всех на смеси взятых, и оно хочет нам помочь, и мы заставим ее нам помочь, ага, заставим, смешно, то почему бы ему нам не помочь? Это же круто. И если он захочет нам помочь, все будет хорошо. Но он же может и не захотеть. Вы же понимаете, что если есть какая-то штука, которая намного умнее нас, и которая есть доступ даже к синологии состарения и смерти, почему бы ей нас-то и не уничтожить? И вот тут есть очень хороший пример показательный. Еще к слабому искусственному интеллекту возвращаясь. Microsoft в прошлом году, в марте месяца, запустили в твиттер своего чат-бота Тэй, может тот слышал, не слышал. В чем суть? Этот бот обучался, учился у пользователей, которые писали ему. То есть ему что-то пишут, он такой типа запоминает это и потом воспроизводит, комбинирует. Очень круто, очень интересно. В чем проблема? Потому что уже через несколько часов вот такое вот произошло. Я читать не буду, но вы поняли. Это слабый, это не сильный искусственный интеллект. Оно еще не думает, оно просто как бы копирует. Но это используются те технологии, которые мы используем для обучения искусственного интеллекта. Ну а если как бы слабый делать так, что же будет делать сильный? Давайте рассмотрим простой пример. Предположим, у нас есть какая-то абстрактная компания роботика, которая сделала робота для того, чтобы подписывать письма. Зачем подписывать письма? В Соединенных Штатах все еще есть у людей свои ящики почтовые. У них очень много частных домов. И я думаю, вы представляете, если вы достаете из почтового ящика кипу писем, то вы скорее будете склонны прочитать те письма, которые подписаны от руки. Понятно, да? Ну если на письме что-то напечатано, это считается мавитоном и вообще. Понятное дело, что это спам-рассылка. А как бы рекламу же рассылать надо. Вот. И это очень выгодный стартап. Сделать руку, которая будет подписывать письма как бы от руки. Подключить в нее нейронную сеть. Почему бы и нет? Ну и обучать ее письму. Крутой план, да? Ну отлично. Вот мы подключаем нейронную сеть. Мы начинаем искамливать данные, показывать, как пишут люди, показывать, что они пишут, картинки всякие, текстовую информацию. Потом добавляем моду и самообучение, потому что почему бы и нет, собственно. Это довольно просто. И тогда не нужно будет сидеть и долго думать бессонными ночами людям, архитекторам, а потом, блин, архитекторам нейронных сетей, блин, что бы еще такое ему закинуть? Подключаем модуль самообучения, она сама начинает уже спрашивать у вас, что бы ей хотелось еще прочитать. Потом эта рука говорит, хей, чуваки, я бы хотел прочитать еще больше, давайте у меня к интернету подключите. Ну, собственно, смотрите, изначально идея была какая? Давайте научим руку. Мы говорим ей руку. Рука, учись подписывать письма. Ну вот смотрите, я думаю, блин, ну, логично, почему бы и нет? Она просто учится подписывать письма. Почему бы ее подключить? Ну, конечно, опасно, давайте всего лишь на час. Вот ребята из компании роботика подключают эту руку на час. Что происходит дальше? Ну, они отключили, все, пошли спать, все отлично. Я думаю, вы уже понимаете, что дальше происходит. Через неделю все падают замертво. Через еще буквально несколько часов эта штука начинает строить кучу своих копий по всей планете, перерабатывать полностью все. Потом она, захватывая солнечную систему, улетает дальше, строит еще больше рук, которые еще дальше подписывают письма. Они учатся подписывать письма. Ну, ей нужно больше мощностей, чтобы подписывать письма еще лучше, еще больше. Так, стоп, подождите-ка, а зачем она уничтожила людей? Подождите. В чем подвох? Ну, как зачем? Ну, представьте, вам говорят, научись максимально хорошо подписывать письма. Учись, короче, до тех пор, пока не научишься идеально подписывать. Учись подписывать письма. А тут есть какие-то люди, которые могут отключить от сети, люди, которые могут тебя уничтожить. То есть они мешают выполнению цели, подписывать письма. Значит, их нужно уничтожить. Все очень просто. Вот, довольно оптимистично. Но окей, мы скажем, хорошо, давайте запретим этой штуке нам вредить. Давайте скажем, хей, чувак, ты должна сделать нас самыми счастливыми людьми на планете. Вообще, самыми счастливыми просто существами в мире, не знаю. Сделай нас счастливыми. Все очень просто. Окей, хорошо. Ну, вырезаем весь мозг, оставляем только центр удовольствия, фигачим его током. Ну, вы будете счастливы, почему бы и нет. Ну, да, так оно и работает. Вот. Чтобы это обойти, философы, да, вот те самые философы, о которых мы уже говорили, уже придумали, один из философов написал гениальную штуку. Не читайте, не пытайтесь даже, там какое-то мотание вам, я сам не понял. Вот. Если вкратце, это называется когерентное, экстраполированное в или изъявление. Переводить я это, конечно же, не буду. Я вам расскажу просто по сути. Если вкратце, это мы хотим быть, знать больше, думать быстрее, быть такими, и какими мы хотим быть в том смысле, в котором мы это понимаем. Вот философы сейчас бьются над тем, чтобы хоть как-то придумать такую вот первичную программу, которая не даст нас уничтожить. Хотя, опять же, представьте себе что-то, что умнее нас во много-много-много миллионов раз. На самом деле, это невозможно представить, потому что мы, к сожалению, тупее этой штуки. Вот. Какое ей будет дело до программы? Кто знает. Но, как бы, не стоит отчаяниться, не все так плохо. Есть и третий вариант. Вариант довольно странный, можно сказать, даже уродливый. В чем идея? Я думаю, вы знаете, что сейчас уже научились протезировать слух. Более того, уже сделаны аппараты, которые возвращают слух людям, которые были глухими от рождения, глухонемыми от рождения. Представляете? Конечно, 100% возвращаемости слуха еще нет или просто воссоздаваемости слуха. Но, тем не менее, слух уже простейший киплант возвращаем. Ноги. Вот хотите верить, хотите нет, но ребята с вкусными имплантами ног бегают быстрее, уже бегают быстрее, чем даже у Сейнболт. Вот. У них не было ног от рождения, ну, или были, они их потеряли, неважно. А теперь они бегают быстрее, чем у Сейнболт. Руки. Протез рук одна из самых сложных штук, на самом деле, потому что у нас там пять пальцев, они кто-то взаимодействует, кучу нервов привлекают, поэтому нужно придумывать очень сложную систему, которая использует обратную связь. В чем суть? Изначально вообще протезы рук были очень плохими, только недавно, наконец-то, уже сделали протез руки, который не только реагирует на то, что вы посылаете к ему команды, а еще и передает назад в мозг информацию, хей, чувак, я чувствую, что я что-то схватил, я чувствую микрофон. Вот. Глазные протезы. Ну, глаза — это вообще очень сложная штука, но да, тоже над этим работают, уже там черно-белые картинки передают в мозг, тоже разрезают там мышей, кошек и кого угодно, чтобы изучить это все. Вот. Ой, не буду переключать. Вот. И подводя черту. То есть, да, может быть, хорошо, оно может нам помочь, будет таким большим братом, который будет нам помогать и следить за нами. Да, оно может нас уничтожить, и мы с этим ничего не сможем поделать. Или сможем. Надо просто не забывать про это. Да, возможно, мы и сами станем этим богом из машины, все вместе с вами, и будем менять мир вместе. Это, конечно, очень страшно, мы непонятны, но, ребят, куча технологий, которые уже используются для того, чтобы вернуть людям слух, вернуть людям зрение, возможность ходить. Вы же понимаете, что это хорошо. Поэтому, кто знает, что будет дальше? Ну, чипы с прямым доступом в интернет из мозга. Более того, возможно, у вас где-то дома будет стоять огромный сервер, где будет храниться огромный, намного превышающий ваш мозг по размерам и учредительным мощностям. комплюктер, который будет думать, который будет считать. Благодаря такому явлению к нейропластичности мозг может осваивать новые территории, поэтому не переживайте, вы сможете им пользоваться. И подводя черту. Может быть, хорошо, может быть, плохо, а может быть, мы и сами станем этим искусственным интеллектом, который изменит весь мир. У меня все, спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ